Субтитры делал DimaTorzok Я думаю, да, мы все стремились к этому. Было вначале тяжело, так как объяснил, опять же, что у нас не было много времени подготовки, буквально 10 дней отдыха и начали сразу готовиться к чемпионату. Думаю, мы за все игры проиграли, только две игры проиграли и все нормально. Возможно, как-то может где-то подустали немножко, то есть колемы проиграли, да, там у нас как бы не было такой сплоченности и индивидуальные ошибки там привели к такому результату, допустим, первый мяч пропустили, второй, то есть не получилось забить у нас. Во втором тайме было очень много моментов забить, не получилось, но это такое. Потом выиграли Верес, то есть вышли все, понятно, мы все понимали, что нужна победа, чтобы и забыть быстрее это поражение, и то есть новые эмоции, новые все, выиграли, слава богу. В Буковине тоже проиграли, ну, там забей пару моментов в начале первого тайма, и я думаю, хотя бы один гол забей, совсем по-другому игра пришла. А с Арсенала мы вышли, понимали, что нужно выиграть, оторваться от соперников, и то есть, ну, так получилось, ребята настроились, молодцы. Мы вышли с Никополем, не смотрели на турнирную таблицу, не смотрели на то, что они на последнем месте, но какая-то расслабленность, я думаю, все-таки была. И, ну, то есть, вот так получилось. Хорошо, что Козырь забил гол у нас, как бы, и мы побежали, как бы, ну, хотели забивать и забивать, но не получалось, забили всего лишь два гола, то есть, ничего страшного. Главное, выиграли игру 3-чка. Ну, я думаю, да, возможно, мы просто, я же опять объясняю, что мы не вышли как-то сплоченно, опять же, как-то неуверенно, возможно, первые минуты, и, то есть, как-то так пошло все. Ну, так получилось, бывает, это футбол, то есть, мы не можем тоже играть все матчи на одном высоком уровне. Мы стараемся, как за каждую игру побеждать, ну, не получилось просто. Я думаю, работать нужно всегда, повышать свой профессиональный уровень, а на сборах мы, я думаю, очень плодотворно поработаем и побегаем, и физически, и тактически. То есть, будет время подготовиться на вторую часть, и будем стараться. У нас задача, все хотят выйти в первую лигу, а чтобы туда выходить, нужно очень много работать и плодотворно. Ну, как, сначала я, получается, в Арсенале был, в Киевском, я заканчивал Киевский Арсенал, потом в Дубль подписал контракт, потом играл там. И потом, как бы, есть, был вариант поехать в Севастополь, попробовать свои силы, то есть, я поехал, попробовал, взяли, подписал контракт на сезон, ну, то есть, там была хорошая команда, коллектив, то есть, надо было доказывать, опять, что ты можешь, что ты нужен клубу, и хотели выиграть, да, и вторую лигу, тогда. Я думаю, ну, так получилось, что не зацепился там сильно, и поехал потом в Киев, и был вариант поехать за границу, но тоже немножко, там с документом была возможность, ну, не получалось сделать все возможное, что поехать туда. Потом приехал сюда, там, лечился немножко, была травма небольшая, потом пригласил знакомый в Динос, тоже аматорская команда Киевской области, на тот момент, по-моему, были чемпионы области. Я приехал туда, посмотрел базу, тоже неплохая команда, хорошие тренера тренировали, то есть, тренировочный режим был хороший, то есть, мне понравилось поля, то, что можно тренироваться, спокойно играть, то есть, поддержать как-то себя в форме. Начал тренироваться там, потом, опять же, была возможность уехать, опять не получилось, и пригласили, то есть, как бы, заявиться за них, я отыграл там сезон, и потом уже меня пригласили по звону директора клуба «Колос», попросил, как бы, сыграть за них в товарищеской игре против «Динамо» Киев. Я, конечно, согласился, кто не хочет сыграть материнского «Динамо» в первой команды. Приехали, сыграли после игры, мне сказали, что есть возможность остаться в этой команде, я остался, и на сегодняшний день я счастливый в этом клубе, меня все устраивает. Ну, тогда, конечно, у меня было еще, сколько там, 19-18 лет, и мне казалось, что очень тяжело в профессиональном футболе, да. Тогда те же команды были, там же и Сталин, Днепродзержинская была, которая сейчас играет в высшей лиге, был и Горняк Спорт, который играет в первой лиге сейчас, и Горняк Криворок был, Боже, Шахтер 3 был, которые там были игроки, которые сейчас, и лидеры, и Зари, и Шахтеры Донецкого. То есть, когда тоже было тяжело, но мы, наши команды, мы шли на седьмом-шестом месте, то есть, ну, было тяжеловато. Сейчас, я не знаю, у нас опытные игроки из команды, то есть, и ведут игру, хорошие люди, все их футболисты очень хорошо подобраны, я думаю, сейчас полегче немножко, наверное. Но, опять-таки, тоже за первое место борются, там, пять команд. Будем работать, будем стараться. Будем выигрывать. Ну, Руслан Владимирович, во-первых, очень хороший человек, как и в быту, так и в тренировочном плане. Он всегда поможет, если нужно будет, всегда к нему можно обратиться, спросить в лишний раз, он никогда не откажет. А в тренировочном процессе, я думаю, он очень, как бы, требовательный к тренировкам. Он максимальные цели ставит перед собой, максимальные задачи, настраивает очень психологически нас. Мы очень, как бы, довольны, с ним очень приятно работать и хороший, замечательный человек. Ну, тогда случилось, как бы, не очень приятно. Я собирался уже в команду, как бы, ехать за границу, подписывать контракт, возможно, 50 на 50. И за неделю до вылета я сломался, и, как бы, не очень приятно было, как-то так, и тяжело. Наверное, это перенеслась метатравма, я это помню, в общем. И сейчас опять, как бы, немножко сломался, и, ну, ничего, это жизнь-то футбол. Все мы ломаемся, все мы выздоравливаем, я думаю, ничего такого нету, я потихлюсь. Хорошо, что в отпуск. Сейчас подлечусь, восстановлюсь, отдохну, и, я думаю, с января месяца мы все соберемся, всей командой начнем работать, готовиться к чемпионату. Мы стараемся не думать о плохом, да, это жизненное обстоятельство, допустим, да, как плохая погода. Когда прошел дождь, мы взяли зонтик и пошли дальше, мы построились под жизнь и живем. Так же самое здесь, ты психологически себя настраиваешь на самое лучшее, то есть это, ну, это такое, это не сильно, там, я думаю, на чем можно засекливаться. Да, сломался, выздоровлю, и буду дальше играть и забивать, то есть радовать болельщиков. Конечно, семья, мама, папа, сестра, друзья поддерживают, пацаны из команды звонят, тоже поддерживают меня, приятно вообще все, и это вдохновляет. Сделай сегодня все, чтобы завтра быть лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!